В эфире ЛРТ «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас об этих и других новостях более подробно. 226 преступлений и 5 пожаров. Что еще произошло в округе на прошлой неделе? Об этом рассказали руководители структурных подразделений и органов администрации на еженедельном оперативном совещании. По результатам проверки 28 уголовных дел. Значит, из них было зарегистрировано 4 случая причинения тяжкого вреда здоровью. Все случаи были раскрыты. Было зарегистрировано 11 краж. Из них 4 квартирных кражи. 3 квартирные кражи были раскрыты. С отчета по оперативной обстановке в округе началось еженедельное совещание. Всего на территории обслуживания Люберецкой полиции за минувшую неделю совершено 226 преступлений. За помощью в правоохранительные органы обратились более 1400 жителей. Кроме того, в одном из ДТП погиб человек. Далее перед участниками совещания отчитались пожарные. За прошедшую неделю на территории гарнизона произошло 6 пожаров. Из них на территории городского округа Люберцы 5. 9, 11 и 13 числа по одному автомобилю BMW X3, Chevrolet Sport и Chevrolet Express обгорели частично. Пострадавших нет. В сфере ЖКХ было все спокойно. Все технологические сбои устранялись своевременно. В рамках программы «Безопасный подъезд» в Люберецких входных группах установили уже 112 камер. Это 56% от плана на 2018 год. По капитальному ремонту за прошедшую неделю проведены работы по замене лифтового оборудования. Заменены 3 лифта. В работе 27 выполнено 51. Горячая пора наступила для коммунальщиков. Зимнее содержание проезжих частей и тротуаров в округе проводят круглосуточно. Только с региональной сети автодорог вывезли 62 кубометра снега. С городских проезжих частей более 450 кубометров. Общее количество людей задействовано в уборке составило 192 человека и 96 единиц специализированной техники. Принято чистка и обработка материалами всей уличной дорожной сети. В приоритетном порядке расчищались дороги первой и второй категории. Наиболее высокой интенсивностью движения. Также маршрут исследования общественного транспорта. Также на заседании стало известно, что в округе продолжаются работы по заливке катков и проверке перезаключения договоров на вывоз мусора из частного сектора. Комиссия по чрезвычайным ситуациям также заседала на этой неделе в администрации городского округа. Здесь обсудили работу котельной, которая расположена на территории гарнизона. Объект принадлежит военному ведомству и, помимо прочего, отапливает здание Дома офицеров Люберецкой управляющей компании и 2-го отдела полиции. С приходом отопительного сезона от жителей неоднократно поступали жалобы на недостаточное теплоснабжение помещений. Как оказалось, котельная в гарнизоне находится в аварийной ситуации и работает не на полную мощность. Котлы запрещены к эксплуатации. Те люди, которые сегодня так или иначе по своим должностным полномочиям, по своему функционалу должны были обеспечить и сделать, значит, ряд вопросов просто проморгали, я мягко скажу, а тем более котельная относится к Министерству обороны. Поэтому немножко это как бы другая структура, и нас же, как люди думают, если там есть армия, есть погоны, там должно быть все в порядке. А на самом деле ситуация печальная. Члены комиссии отметили, что в котельной не соблюдают температурный режим. Насосы находятся в неудовлетворительном состоянии на стенах здания. Трещины, протекает кровля, в отапливаемых учреждениях холодно, а мороз лишь крепчает. Глава округа дал поручение немедленно приступить к восстановлению работы котельной. Анна Троян, Петр Пономаренко и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В управляющих компаниях Люберецкого округа прошел день открытых дверей. Мероприятие проводится ежеквартально по инициативе Государственной жилищной инспекции Московской области. Люберчане напрямую могли задать наболевшие вопросы специалистам. Наша съемочная группа побывала в Люберецком жилищном тресте и единой диспетчерской службе. Утро только началось, а в ЖУ-6 огромные очереди. В день открытых дверей люберчане напрямую могли задать вопрос специалистам управляющей компании ЛГЖТ. Пенсионерка Валентина Баранова – постоянный гость в этих стенах. Женщину беспокоит плохая дорога около ее дома. Также жители беспокоят вопросы, связанные с благоустройством придомовых территорий, перерасчетом платы с жилищно-коммунальной услуги. Большая часть вопросов была к региональному оператору по сбору мусором. С 1 января в квитанции об оплате за ЖКХ эта услуга будет вынесена в отдельную строку. Это обязательно как для физических, так и для юридических лиц заключить договор с региональным оператором. Регламент вывоза мусора установлен с анпином, то есть это ежедневное удаление отходов. По статистическим выкладкам средний платеж за мусор в Московской области составляет порядка 5 рублей с квадратного метра. С 1 января в Воскресенском кластере стоимость будет составлять 7 рублей 48 копеек с квадратного метра. Будет отдельная строка. Также поскольку это коммунальная услуга, те граждане, группы граждан, которые имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг, также имеют льготу на вывоз мусора, то есть могут обращаться в органы службы защиты. Впервые открыла свои двери для горожан и диспетчерской службы управляющих компаний. Это немаловажный момент, как на взгляд жителей, по крайней мере, как показывают опросы, так и по мнению и надзорного органа, божьего инспекции в данном случае, и управляющих организаций, потому что все заявки аккумулируются непосредственно в единой диспетчерской службе и немедленно направляются в работу управляющим организациям. Напомню, в марте этого года ЕДС ЖКХ Люберец признали лучшей на территории Московской области. На этом служба не останавливается и продолжает развиваться. Так, для удобства Люберчан ввели короткий мобильный номер «звездочка 5-105». Житель, который сюда обращается, он может получить консультацию и решение практически по любому вопросу, с которым обращается. Вопрос должен касаться сферы ЖКХ. Речь идет не только о типовых заявках в управляющих компаниях, такие как ремонт соотехнического оборудования, электрооборудование. Но сейчас мы стараемся начать работу по приему заявок, обращений, связанных с вывозом мусора, с уборкой и вывозом мусора, как с территорией многоквартирных домов, так и с территорией частного жилого сектора. День открытых дверей проводится с 2014 года. В этот раз в Подмосковье присоединилось рекордное количество участников, а это 820 управляющих компаний. Следующий день открытых дверей пройдет весной. В Новый год с добрым делом. Сотрудники Люберецкого жилищного треста вновь поучаствовали в донорской акции. Это для них уже добрая традиция, к которой присоединяется все больше сотрудников. В канун праздника кровь сдали 30 человек. Какой руки любите сдавать? С милой, со своевым любимыми. Этот вопрос слышит каждый, кто решается стать донором. Еще в 80-е Михаил Захаров сдал кровь впервые. Требовалась помощь больным. Сегодня он уже в полушаге к почетному донорству. На станцию переливания ходит четыре раза в год. Его первая положительная группа крови требуется часто. Это вошло в традицию. Я каждый раз откликаюсь на призыв наших уважаемых врачей, чтобы прийти сдать кровь. Для того, чтобы помочь каким-то больным. Нуждаемся в операции. И просто освежить свою кровь на новую. Это тоже полезно. И вот у меня сегодня уже 33-й раз. Конечно, для Павла такое количество походов на станцию переливания пока в мечтах. Он стал донором впервые. И тут, как говорится, звезды сошлись. Терапевт не нашел противопоказаний по здоровью. И дал зеленый свет доброму делу. Хотел начать Новый год с чистого листа и вспоминать чем-то добрым. Хотел помочь людям, потому что сейчас почти каждому нужна помощь. Любой человек может заболеть, попасть в аварию. И нужна будет кровь таких же, как я. Первоначально каждый желающий стать донором заполняет анкету, где указывает прививки, сделанные ранее, свое состояние от здоровья, образ жизни, перенесенные болезни и прочее. Перед приемом терапевта сдают анализ крови, который показывает уровень гемоглобина, лейкоцитов и другие показатели. И если человеку разрешается стать донором, у него забирают 600 мл. Но на этом проверка компонентов не заканчивается. Целую, знаете, это лабораторию уже ИФА делают, смотрят. Отправляют в лабораторию, в СПИДовской лаборатории. И третья, как бы еще ПЦР делают. Это цепная реакция такая, это тоже уже более тщательно смотрят на ВИЧ-инфекцию. И уже нам дают оттуда все результаты, ну где-то дня 3-4. В год донорами крови в Люберецкой станции переливания становится более 2000 человек. Сделать доброе дело можно на Октябрьском проспекте 64, с понедельника по четверг с 8 до 12.00. При себе нужно иметь паспорт и желание помочь нуждающимся. Транспортное сообщение и безопасность дорожного движения в гарнизоне. Качество воды и проблемы ЖКХ. Эти темы стали основными на очередной встрече Владимира Ружицкого с жителями Люберецкого округа. На этот раз встреча прошла в кадетской школе, где и побывала наш корреспондент Анна Троян. С одной стороны огромный бордюр, с другой стороны дороги тоже бордюр, как с колеска перейти. Между этими вот столбами. И кроме всего этого, с одной стороны стоит ограждение, с другой стороны стоят столбы маленькие, но без ограждения. Жителям 3-го почтового отделения сложно переходить дорогу. Главу округа они попросили сделать удобный пешеходный переход рядом с 68-м домом. Просьбу выполнят при благоприятных погодных условиях. А автовладельцев гарнизона волнует недостаточное количество выездов в Москву. Из-за этого водители стоят в многочасовых пробках. Планируется и будет проводиться большое количество работ по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Люберце. Во-первых, первое, это вы знаете, что с середины 2019 года у нас начинается реконструкция Октябрьского проспекта. Когда это будет бессветофорное движение, бессветофорное движение с 9-ю подземными переходами, то Октябрьский проспект будет больше притягивать к себе машин, чем 3-я почтовая. А вот вернуть 535-й маршрут, который шел к метро Жулебина, уже невозможно. Такова транспортная политика московского правительства. Однако жители гарнизона заверили, что вскоре запустят новый маршрут до метро Котельники. Так же, как и проблемы транспортного сообщения, многих люберчан беспокоят огромные лужи в микрорайоне. Недостающий участок в прошлом году силами администрации и Люберецкого водоканала был проложен. Водозаборные переливные колодцы почищены, и в них установлены перекачивающие насосы. Но мы, к сожалению, понимаем, что это самая нижняя точка, а диаметр той канализации, которая была спроектирована еще при состройке, не позволяет более мощные насосы поставить. Вода не только на улице, но и в домах жителей гарнизона стала предметом бурного обсуждения. Анализ делала самолично. В независимой лаборатории МГУ вода очень жесткая, техника летит, страдаем, но устали. Вам письмо написала, собрала огромное количество подписей, подала. Ответа пока не получила. Да, есть такая, скажем так, ситуация. Если с железом проблем нету, по жесткости, то пределы 10%. Сегодня это согласовано с Роспотребнадзором, согласовано с Министерством в этой части. И на сегодняшний день выданы технические условия ПИКАМ по реконструкции водозаборного узла. Есть договоренность такая, что с 2019 года мы приступим к реконструкции, но как там затраты с КАМ так немаленькие, что в течение двух лет ситуацию по жесткости мы поправим. Также на встрече были рассмотрены вопросы открытия новых опорных пунктов полиции в городских поселениях и большого футбольного поля на территории кадетской школы. Более 400 госуслуг теперь могут получить жители Октябрьского, не отходя от одного окна. В поселке открыт многофункциональный центр «Мои документы». Он стал восьмым в Люберецком округе. Новый офис уже посетили первые клиенты. В МФЦ как на работу. Жительница Октябрьского Елена Кабардина бывает в моих документах минимум дважды в месяц. Должность обязывает. Чтобы выполнить поручение руководителя, раньше девушке приходилось тратить время на дорогу до ближайшего МФЦ. А до офиса в Октябрьском ей рукой подать. На самом деле сейчас это очень комфортно, потому что я живу прямо в доме напротив МФЦ. Мы работаем в компании, которая оформляет землю. Здесь мы получаем регистрацию права, то есть собственность на землю. В МФЦ всё очень комфортно, быстро. И самое главное, что к людям здесь относятся с любовью и с уважением. Центр «Мои документы» – это и паспортный стол, и пенсионный фонд, и ЗАГС, и ещё множество инстанций. Принцип одного окна, по которому работает МФЦ, позволяет заявителям забыть о бумажной волоките. Все житейские вопросы можно решить в одном офисе. Удобство такого подхода оценил Владимир Ружицкий. Это счастье большое для жителей, потому что есть вопрос – пришёл, решил и ушёл. Я вам искренне хочу пожелать, чтобы здесь жизнь брулила, чтобы люди получали радость, удовольствие, чтобы очередение было. Не более 15 минут будут проводить в очереди МФЦ жители Октябрьского. Одновременно в новом офисе работают шесть окон. Каждая из них за день сможет принять 35 человек. К услугам тех, у кого каждая секунда на счету и нет времени подождать даже эти 15 минут – компьютеры для доступа к порталу госуслуг. Заявитель может приходить, не обращаясь даже в окно к нашим девочкам, а у нас отдельно есть доступ к госпорталу. Заявитель приходит, садится за компьютер и сам может себе оказывать услугу через госпортал. Естественно, наши консультанты помогают в этом. Для удобства посетителей МФЦ в Октябрьском будет работать ежедневно с 8 до 20 часов. Он расположен по адресу улица Ленина, дом 39А. В недалеком будущем планируется открыть подобный центр в микрорайоне «Самолет» и несколько дополнительных окон в Томилино. Дарья Борисова, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. В округе стартовала очередная акция «В Новый год без налоговых долгов». Информирование граждан о необходимости своевременного погашения задолженности – такова цель акции. Почему так важно не забывать оплачивать налоговые счета перед Новым годом, узнала наш корреспондент. Наличие налоговой задолженности может стать серьезным препятствием на пути к долгожданному новогоднему отпуску. Налогоплательщика, не выполнившего свои обязательства, могут не выпустить из страны. Для того, чтобы граждане не оказались в такой неприятной ситуации, сотрудники налоговой службы ежегодно проводят акции под названием «В Новый год без долгов». Хочу обратить внимание налогоплательщиков, тех, кто не успел, либо не смог заплатить 3 декабря имущественные налоги, которые необходимо было заплатить за 2017 год. Непременно, оперативно, своевременно исполнить свою обязанность заплатить, поскольку мы сейчас начинаем работу по выявлению должников. Не только в стенах налоговой инспекции, но и в крупных торговых центрах жители могут задать свои вопросы напрямую инспекторам. Для удобства люберчан в Люберцах открыли два мобильных офиса в торговом центре «Выходной» и в торговом центре «Орбита». Там будут наши инспектора предоставлять услуги, отвечать на вопросы, касаемые налогообложения. Зачастую, чаще всего, это вопросы, касающиеся имущественных налогов. Аналогичная акция пройдет в торговом центре «Орбита» 20 декабря, также с 10 до 15. Кроме того, до 1 июля 2019 года все организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся на ЕНВД и патентной системе, должны приобрести и зарегистрировать в налоговом органе онлайн контрольно-кассовую технику. Законодательство позволяет сделать некую льготу, вовремя зарегистрированную предпринимателем такую кассу. Предприниматели могут стоимость кассового аппарата, на стоимость покупки кассового аппарата уменьшить исчисленный налог по вмененному налогу, либо по патентной системе. Также с 1 января изменится ставка налога на добавленную стоимость с 18% на 20%. Более 450 событий жители округа смогут посетить в новогодние каникулы. Накануне старта праздничного марафона план мероприятий обсудили народные избранники. В администрации прошло завершающее в этом году заседание Совета депутатов. Подробнее в сюжете Дарьи Борисовой. В новогодние праздники в Люберецком округе не соскучишься, местных жителей ждет череда культурных событий. О некоторых из них народным избранникам рассказала председатель комитета по культуре Светлана Носкова. Так в округе пройдет 12 муниципальных елок, их посетят 2500 детей, в том числе из малообеспеченных семей. У нас в этом году открываются по всем поселкам 6 резиденций Дедов Морозов. Такого никогда не было в каждом учреждении культуры. И одна резиденция Снегурочки в музейно-выставочном комплексе. Каждый ребенок, городского округа Люберца, своим родителям теперь не будет ездить в Москву, а придет к нам на нашу Люберецкую землю и посетит резиденцию. Кроме планов на праздники, депутаты обсудили и дела насущные. Были уточнены некоторые позиции бюджета. Доходная часть окружной казны увеличилась на 210 миллионов рублей, а расходная сократилась на 261 миллион. Также возникла необходимость внести изменения в положение о Дорожном фонде. Отчисление измельного налога в Дорожный фонд на 2019 год состоит 36% вместо 34%. А также в случае поступления в местный бюджет штрафов и иных сборов от нарушения правил содержания дорог, они также будут подлежать зачислению в Дорожный фонд. В целом, на последнем заседании уходящего года депутаты округа рассмотрели 14 основных и один дополнительный вопрос. В том числе назначили дату публичных слушаний по внесению изменений в устав городского округа Люберцы. Они состоятся 29 января 2019 года. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Неделя выдалась щедрой и на юбилейные даты. Одна из них – 110-летие 48-й школы в Малаховке. Это учебное заведение пережило многие вехи отечественной истории и своим ученикам прививает крепкие традиции патриотизма. 1908 год в истории Малаховки непростой и ответственный. До этого в поселке не было своего учебного заведения. Шкалерам приходилось каждый день ездить в Москву. Долгожданная первая Малаховская гимназия стала самой прогрессивной в России. Было решено создать только одну, но отличающуюся от всех, первую в России гимназию деревенскую для совместного обучения мальчиков и девочек. 1918-1941-90-е – роковые годы. Школа не закрывалась, воспитывая в учениках принципы, которыми славится и сегодня. Не сдаваться учиться на благо Родины, а еще прославлять свою гимназию, как ее выпускник, солист театра «Новая опера» Дмитрий Багров. Поколение за поколением малаховцы приводят детей в школу номер 48. Многие возвращаются сами в качестве педагогов. Среди них учитель начальных классов Наталья Ситкина. В родной школе она работает уже 10-й год. Я училась в этой школе с третьего класса, потому как переехала сюда. Но здесь мои дети учились. Школа любимая. Любимую школу пришли поздравить выпускники многих лет. Среди них ветераны, депутаты, почетные жители Малаховки и Люберецкого округа. Но школа славится не только учениками. Лучших педагогов отметили благодарственными письмами и медалями от имени главы Люберецкого округа. Ровно три десятка лет детский сад номер 59 воспитывает Люберецких малышей. Это дошкольное учреждение входит в число лучших в Московской области. О других достижениях и ярких моментах истории 59-го детсада его коллектив вспомнил на торжестве по случаю юбилея. Праздновали день рождения, как и полагается, с гостями и подарками. С удовольствием идем сюда, нас встречает и здесь не всегда. И работать будем, а играть, а потом пойдем гулять. Так любят свою работу, что слагают они и песни. Сегодня в 59-м детском саду сеют разумное, доброе, вечное 45 педагогических работников. Юбилей дошкольного учреждения они отметили как собственный. Организовали праздник и пригласили гостей, которые, в свою очередь, были щедры на поздравления. Ваш коллектив с праздником – это большое счастье, что вы нас пригласили, а мы здесь сегодня с вами. Я думаю, все получают огромное удовольствие от того, что здесь такой микроклимат домашний, уютный. В детском саду могут работать только умные, творческие, инициативные, энергичные люди. Но прежде всего люди, которые любят детей. Вы находите нужные слова, те нужные технологии используете в своей работе, которые позволяют вырастить наших ребятишек, чтобы они стали умными, чтобы они стали добрыми, чтобы были нам с вами опорой и надеждой по жизни. Впервые порог детского сада номер 59 малыши переступили в 1988 году. Но так сложилось, что место, на котором сейчас стоит здание, дети облюбовали задолго до его постройки. Когда-то зимой сюда бегали кататься с горки. С санками еще ребенком сюда спешила Татьяна Антонова, для которой позже этот детсад стал постоянным местом работы на 30 лет. Она первая и единственная заведующая дошкольным учреждением. Когда меня пригласили на заведование этого детского сада, я пришла, конечно, в голые стены, еще недостроенная, неблагоустроенная территория. И все приходилось начинать сначала. Тогда еще не было ни муниципальных заказов, не было дизайнеров, которые могли помогать. И мы, включая свою фантазию, свое творчество, сделали вот такое сегодня наше учреждение. Старались и продолжают стараться воспитатели ради малышей. Самое главное для нас – это дети, признается коллектив детского сада. За весомый вклад в воспитание подрастающего поколения педагогов наградили знаками отличия и благодарственными письмами главы округа, управления образованием и депутатского корпуса. Дарья Борисова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ В Люберцах родился четырехтысячный ребенок. Он появился на свет в Московском областном центре охраны материнства и детства. Оттуда его встречала семья и съемочная группа телеканала ЛРТ. Кто же этот младенец, расскажет Анна Троян. 3,5 килограмма счастья маленький Илья появился на свет в первые 15 минут 15 декабря и стал четырехтысячным новорожденным в Люберцах. Папа Сергей сегодня видит сына не впервые, а отважный полицейский присутствовал на родах. А мама Инна всю жизнь посвятила работе с детьми, теперь не может нарадоваться на второго сына. Я испытываю, конечно, огромную радость, тем более в такое предновогоднее настроение и снежок. В общем, все здорово, я очень всем довольна. Хочется сказать всем врачам, медсестрам огромное спасибо, потому что действительно работают профессионалы и помощь оказывали на высшем уровне. До Нового года считанные дни, однако по подсчетам врачей до конца 2018-го в Люберцах появится на свет еще сотня младенцев. В Московский областной центр охраны материнства и детства приезжают рожать со всего региона. Кстати, приближение волшебного праздника – как и радость для будущих мам, так и опасение. Но руководство уверяет, что самая горячая пора – самая надежная. Мы ставим самые сильные бригады. Лечебные учреждения обеспечены полностью медикаментами, расходным материалом, запасом крови. Поэтому пусть не боятся. Мало того, все праздники по дежурству расписаны на дому, обходы заместителей, в том числе и я, мы здесь появляемся ежедневно, ежедневно контролируем, что происходит в стационарах, потому что праздники – это всегда какая-то неординарная ситуация. В среднем за день здесь появляются на свет 12-15 младенцев, а по статистике 1 января рождаются столько же детей, как и обычно. Вот и думайте, сколько родителей станут счастливыми в первый день 2019 года. Ну и пользуясь случаем, мне хотелось бы поздравить всех наших жителей нашего города, поздравить всех женщин, всех детей с наступающим Новым годом. Пожелать Новому году огромного счастья. Пожелать, чтобы все плохое осталось в старом году, а все хорошее пришло в Новый год. Добра много не бывает. В Люберецких парках прошли акции «Добрый шкаф» и «Раздельный сбор». Благодаря этому мужская, женская и детская одежда, а также обувь и товары первой необходимости совсем скоро обретут новых хозяев. В Наташинском парке побывала наш корреспондент Мария Кузьмичева. В этот раз организаторы убили сразу двух зайцев одновременно в Центральном и Наташинском парке. Можно помочь нуждающимся, сдав ненужные вещи, а также сдать макулатуру, стекло и пластик. А еще картон, чистые пакеты без маркировки, металл и электроботовой хлам. Что не принимают волонтеры, так это батарейки, градусники, ртутные лампы и пластик категории «тройка» и «семерка». Мы каждый раз вывозим полную «Газель», как минимум только пластика. И еще дополнительно машина приезжает за всем остальным сырьем. То есть уже много людей в нашей области, в нашем городе знают, как сортировать, что сдавать. Поэтому мы только надеемся на муниципальное обеспечение этой возможности. Контейнеры в каждом дворе. Ведущие телеканала ЛРТ Анна Троян участвуют в акции впервые. Сначала девушка решила избавиться от сгоревшего фена, но после сортировки своего гардероба обнаружила несколько вещей, которые давно не носит. Я очень рада, потому что вот как-то на душе стало тепло, весь кто-то действительно Новый год встретит с моими сумками. Ну правда, это так классно, потому что очень многие не могут себе позволить. И вот представляете, какое счастье для кого-то в Новый год с модными обновками. Мне кажется, это очень здорово. Декабрьский сбор помощи имел новогоднюю направленность, поэтому особо ценными стали праздничные подарки. Конфеты, печенье, игрушки, костюмы, а также теплые вещи. Каждый мог стать Дедушкой Морозом и Снегурочкой для многих детишек и нуждающихся. Руководитель Доброго шкафа Григорий Негин тоже сдает вещи. Постоянно чищу свой гардероб перед каждой акцией. Всей семьей, и мои родители, и братья, и сестры тоже все вместе. И соседи меня нагружают тоже. Я приезжаю полной машиной, это часто бывает. Привожу и все мешки тоже ставим здесь и отдаем. Организаторы отмечают, что спрос на добрый шкаф и раздельный сбор растет. Кроме того, к сбору помощи нуждающимся присоединяются и другие города. Например, Лыткарина и Жуковский. Мария Кузьмичева и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Мастерская Деда Мороза вновь начала работу в Наташинском парке. Развлекательная программа, сюрпризы и экскурсия ждали детей в день ее открытия. Но развлечения на этом не заканчиваются. Программа мероприятий расписана на месяц вперед. Танцы, песни, хороводы. Для люберецких малышей устроили настоящий праздник. Но самым важным подарком этого дня для них стала встреча с главным волшебником страны. На открытие мастерской Деда Мороза в этом году пришли более 20 детей вместе со взрослыми. Открывают ее уже второй год подряд в преддверии Нового года. Ну, заходишь сюда, все равно какая-то есть атмосфера, да, и праздник, и Новый год. И каждый из нас в детстве делал эти поделки. Дедушки, они отправлялись, но мы их не видели. А здесь вот это то, где можно их наблюдать. На игрушки можно не только полюбоваться. Такие же или еще лучше гости смогут сделать сами. Для этого будут проходить специальные мастер-классы, записываться на которые необходимо заранее. Также в мастерской оформлена новогодняя фотозона, где гости могут сделать атмосферные фотографии. Вот такие сюрпризы подготовил Дед Мороз для юных жителей округа. Ну и, конечно, без поздравления с наступающим праздником он никого не оставил. В наступающем Новом году я хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи. Чтобы никто не болел, чтобы у всех было всегда хорошее настроение. Счастливого Нового года! Посещать сказочный домик можно ежедневно с 10 утра до 8 вечера, вплоть до Старого Нового года. Мария Антонова, Валерия Апсалямов, телеканал ЛРТ. Написать письмо со своими желаниями, научиться мастерить снежинки и зарядиться атмосферой Нового года. Все это можно получить в резиденции Деда Мороза в Люберцах. Главный зимний волшебник поселился в культурном центре. На торжественном открытии побывала Анна Троян. Скоро в гости к нам придет славный праздник Новый год! Проходите! Молодцы, ребята! Ледовое пространство волшебства, где может исполниться любое желание. Резиденция Деда Мороза в Люберцах распакнула свои двери. И с первых же минут подарила настоящий праздник взрослым и детям. Первых гостей перенесли в зимнюю сказку. Говорящие снеговики, елочки и зайчики-попрыгайчики водили хороводы, показывали советские новогодние мультфильмы. А первые лица округа поздравили ребят с наступающим праздником. Вот это волшебство, сказочное ожидание Деда Мороза и Снегурочки, я думаю, что даже больше взрослые ждут, чем дети. Не дожидаясь Нового года, малыши прочитали стихи главным зимним волшебникам. А еще здесь можно написать письмо с самыми заветными желаниями, которые отправит великий устюг. Несмотря на то, что Евгения уже взрослая, она все равно придерживается этой традиции, и ведь все, что просила, обычно исполнялось. Я написала это письмо с надеждой на то, что все сбудется, ведь Новый год, пора чудес. Я хочу, чтобы все-таки сбылась моя давняя мечта, и я попала на концерт любимой группы. С этого дня в резиденции начали свою работу мастер-классы на развитие мышления, рукоделие и праздничные танцы. Резиденция Деда Мороза в Люберцах будет открыта каждый день. До 13 января, с двух часов дня и до семи вечера. А в новогодние праздники она заработает со 2 января. Резиденция Деда Мороза в этом году открыта по всему городскому округу Люберцы. В каждом поселении. Малаховка, Октябрьский, Томилино, Красково. Ну, конечно же, Люберцы. Приходите к нам. Это сказка, это то чувство Новый год, когда детство к нам возвращается. И вы знаете, очень много желания у взрослых. Именно встречаться с Дедом Морозом. У нас даже будут проходить и взрослые вечера. Здесь же для компании проведут интерактивные праздники для детей и новогодние квесты. А 26 декабря в Краевическом музее впервые откроется еще и резиденция Снегурочки. Новый год – это время исполнения желаний. И самое главное, что можно сделать в резиденции – это шепнуть на ухо все самое заветное – Деду Морозу. Я хочу, чтобы все исполнилось. Дорогие друзья, загадывайте новогодние желания, и я с удовольствием их исполню. С Новым годом! С новым счастьем! Поехать всей семьей в путешествие стало дешевле. В дни зимних школьных каникул компания «Аэроэкспресс» предоставит детям до 14 лет право проехать в поезде до аэропорта и обратно всего лишь за один рубль. Зимние каникулы – время повышенного пассажиропотока в аэропортах. Россияне выезжают на отдых целыми семействами. В качестве новогоднего подарка москвичам и гостям столицы предоставляется возможность существенно сэкономить на проезде до аэровокзала. Акция продлится до 15 января. Чтобы воспользоваться скидкой на билет, нужно предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка. Предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса и действует на всех маршрутах «Экспресса». Отмечу, для детей до 5 лет проезд в обычном вагоне «Аэроэкспресса» всегда является бесплатным. И сейчас к спортивным новостям. На этой неделе завершился футбольный сезон 2018. По такому случаю в администрации округа подвели итоги, а также наградили игроков футбольного клуба «Люберцы». Чего достигла команда за этот год, расскажет Мария Антонова. 25 побед, 2 ничьи и всего одно поражение. Таковы результаты сезона футбольного клуба «Люберцы». Кроме этого, команда заняла победное место первенства России. За 7 туров до его окончания они стали победителями, обеспечив себе первое место в чемпионате. В этом году команда играла на таком высоком уровне, что закончила чемпионат с 20-ти очковым отрывом. То есть настолько команда превосходила другие команды. И из 35 игр, которые команда провела в этом году, включая кубковые игры, 18 игр были победы с крупным счетом. Но это не значит, что команды все сдавались. Эти победы добывались с большим трудом. За высокие результаты сезона главный тренер Александр Антонов в этом году удостоился звания лучший тренер Московской области среди команд 3-го дивизиона. Ну а футболистам вручили кубок первенства России 3-го дивизиона, а также золотые медали турнира. Помимо этого, ФК «Люберцы» был отмечен специальным призом за победу в номинации «Фэйрплей». Открытое первенство по чирлидингу прошло в Люберцах. В «Триумфе» собралось более 500 спортсменов из шести городов России. Не так давно это направление было включено в список олимпийских видов спорта. В переводе с английского «чирлидинг» означает «группа поддержки». Подробнее о соревнованиях смотрите в сюжете. 530 спортсменов из Москвы, Смоленска и Подмосковья приехали покорять Люберецкую площадку по чирлидингу. В местной команде соревноваться дома уже стало привычным, поэтому в успешном исходе выступления никто из участников не сомневался. Мне сегодня очень понравилось мое выступление, потому что мы старались и беспокоились за друг друга, и верили в себя. Подбодрить участников первенства пришел и глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Вы уже на лучшем, вы уже здесь. Поэтому я желаю, чтобы вы были сильнейшие субъективного субъективного субъектива. Но я желаю, чтобы ваши дети оправдали ваши родители. Соревнования проходили на двух площадках – танцевальной и по чирлидингу. Выступления включали в себя хореографические и акробатические элементы. Такое масштабное первенство – новый шаг в развитии окружного чирспорта. Соревнования значимы для нашей федерации, для городского округа Люберцинамма. Союз чирлидинга чирспорта России предлагает проводить областные мероприятия. Может быть, в дальнейшем рассмотрим вариант проведения у нас общероссийских соревнований. Подобное первенство по чирлидингу с присвоением разрядов в округе прошло впервые. Люберецкая федерация чирспорта существует с ноября 2017 года, и за это время они провели более 30 соревнований. Мария Антонова, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Таковы новости недели. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова